В прошлом видео я рассказал о том, что мне необычайно повезло и каким-то чудесным образом пришли деньги для того, чтобы купить там SD-карту, камеру я купил дешево по стечению обстоятельств. И в конце видео я сказал, что удача продолжилась и на следующий день я заработал 49 тысяч на бирже. Как мне это удалось, сейчас я попытаюсь объяснить. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я уже говорил, что у меня есть канал в Телеграме для тех, кто прошел курс по опционам и опционная стратегия позволила мне как раз заработать вот эти деньги. Я просто подробно ребятам сбрасывал, поэтому сейчас я обращусь к этому Телеграм-каналу. Итак, смотрите. Ну, что там было накануне? А накануне вот что было. Нефть выросла до какого-то уровня 65 долларов за баррель и начала падать. То есть нефть начинает падать конкретно. А что происходит с индексом РТС? Он уже упал и почему-то начинает расти. Понимаете? И я смотрю, что за расколбас такой. Ну, как бы нефть падает. И по идее РТС должен падать. А он не падает. И мне это удивительно было. Я написал, что говорю, нефть упала на 3%, почти 2,94%. Позже она упала еще ниже, там 4,5%. А РТС при этом, ну, совсем практически ничего не упал. Вот, посмотрите. Здесь написано... Так, не написано нигде здесь. Сколько он... Ну, короче говоря, он даже прибавил. Плюс 0,11. Вот. Короче говоря, как-то странно. И я решил, что, в общем-то... Я говорю, почему? Мне отвечают, Сиплый бьет рекорды, то есть S&P 500 растет. Ну, и по идее мы тоже должны прибавить. Но, друзья мои, от S&P 500 мы, конечно, зависим. Но каким образом? Значит, когда S&P растет, то обычно, как бы, этот оптимизм касается и нефти. И нефть начинает расти. У нас получается, что основной приток доллара ведет за счет нефти. И поэтому, раз нефть начинает расти, оптимизм на российском рынке из-за нефти, ну, как-то передается. Но через нефть. А здесь S&P 500 растет, потому что, ну, там, так сказать, деньги печатают, а нефть падает. И с какой радости должен расти индекс РТС. Это, во-первых. А, во-вторых, значит, второй фактор. Было объявлено, что 7 числа Минфин увеличивает закупки долларов на рынке. То есть, Минфин покупает долларов сильно больше. И это должно привести, то есть, появляются рубли, которые, значит, там, ну, скупают доллары. Соответственно, доллар должен подорожать по отношению к рублю, а рубль, по идее, должен опуститься. Чем, как бы, ниже опускается рубль, тем ниже, чем выше растет доллар, тем ниже падает индекс РТС. То есть, мы должны упасть по всем параметрам, но не падаем. Вот какая главная, как бы, подоплека. И вот, посмотрите, вот четырехчасовой график. Я, значит, сделал скриншот и говорю, вот по моим подсчетам должно быть идти вот так, вот такая стрелочка. То есть, вот здесь, смотрите, снизу я провел линию 139,500. Я говорю, ну, по идее, он должен идти сюда. И вот и все, все мои рассуждения. Все мои рассуждения. Ну, мне говорят, спрос на металлы ставит рекорды, нефть сильно не просела, ничего себе сильно не просела. Говорю я, там, вот она как просела, вот нефть. Смотрите, что с ней дальше. Она упала, и здесь уже минус 4,7%. Вы посмотрите, в динамике. Но куда он пойдет, куда он пойдет, этот индекс РТС, куда ему деваться. И вот конкретно, значит, я беру и ставлю на понижение индекс РТС. Я вот скриншот говорю, все, я тут ставлю на понижение. Ставлю, вот она, стратегия, мы видим, да, стратегия. И чем ниже упадет, то есть вот индекс РТС вот сюда идет, и чем ниже упадет индекс РТС, смотрим на красную линию, тем выше у меня должны подниматься мои доходы. То есть вот по этой линии эта прибыль идет. И смотрите, вот она вот зеленая линия. Зеленая линия соответствует 139 500, а здесь у нас вот эта вот линия начинается со 140 тысяч. То есть вот если она вот сюда попадет, то по идее у меня где-то, ну, ближе к 50 тысячам должно быть на счете. Вот такая простая, как бы, логика. И, ну вот, я, так сказать, нарисовал прямо вот свою стратегию, свои позиции, говорю, играю на понижение. Посмотрите, у меня дельта минус, ну, практически 16. Это 16 фьючерсов РТС, грубо говоря, в шортах. Вот, ну, дельта это сколько фьючерсов равносильно. И вариационная маржа уже вот к этому моменту 21 тысяча рублей. Вот, что дальше? Дальше я, для страховки у меня стояла заявочка. Для страховочки. То есть смотрите, я поставил стоп-заявку, вот она вот, стоп-заявочка здесь и здесь. И я поставил трейлинг-стоп, о том, как поставить трейлинг-стоп, я как-то снимал видео и, ну, в принципе, я раскрыл секрет небольшой, там, да, который я рассказываю на курсе биржи для чайников. Ну, я думал, что никто не поймет, но кто-то понял, вот, в чем суть. В общем, вот именно по этой технологии я поставил, вы видите, вот верхняя это стоп-линия, нижняя это тейк-профит. И посмотрите, сейчас текущая цена ниже, чем тейк-профит. И он идет в состоянии рассчитывается, активная заявка, и он рассчитывался долго еще, потому что поставлен был трейлинг-стоп. Пошел отскок небольшой. Мы обсуждаем, тут 35 тысяч, думаю, что еще немного упадем, говорю я, вот, дальше. И стратегия уже у меня меняется, вы видите, да? Вот, я уже потихонечку начинаю ее, ну, как-то вот сокращать, потому что у меня уже минус 660, то есть я сокращаю дельта, то есть начинаю потихонечку уже фиксировать прибыль. Вот, здесь следующее, вот, я говорю, думаю, что он еще упадет, он начал падать, вообще, значит, все хорошо. И дальше, ну, вот, в принципе, я там долго-долго фиксировал прибыль, плюс 47 тысяч 523 рубля за день. Вот, что касается доллара, посмотрите, доллар подрос закономерно, хотя еще Минфин не начал скупать, еще Минфин не начал скакать, но скупать, но все уже в рынке. И, ну, ожидаемо доллар вырос, и здесь я уже начал фиксировать прибыль. Вот, вот он результат, вот он результат, у меня минус 232 уже, то есть я практически все зафиксировал, и дальше уже, пусть он падает, у меня только увеличится, если он начнет, индекс РТС начнет расти, то, в принципе, ничего страшного. У меня вот здесь до 141, 141, 750, то есть это где-то вот до сих пор, если он вырастет, то у меня все хорошо. Ну, потом надо будет вот эту ямку закрывать. Вот, вот такая стратегия, вот я ее дальше, значит, немножечко показываю. Вот, посмотрите, ключевое. Смотрите, это индекс РТС, вот он упал до той самой линии, где я и ожидал, и вот раз, два, три, четыре, и вот сейчас он достиг этой линии, это уровень сильной-сильной поддержки по индексу РТС. Что это значит? Ну, индекс РТС это, фактически, доллар наоборот, поэтому вот здесь по индексу РТС у нас очень сильный уровень поддержки. Поэтому мне странно слышать, что есть многие аналитики, которые говорят, рубль будет дальше падать, доллар будет дальше расти, там до 80, до 90, там и так далее, до 100. Да, я считаю, что отсюда будет отскок, и отскок должен быть до 142,500, по моим подсчетам. То есть, ребята, не бежите покупать доллары, подождите немножечко, он отскочит немножечко. Что будет потом, я не знаю, но в ближайшее время, вот на ближайший день-два, я думаю, что будет отскок, и на это я и рассчитываю. Ну, через некоторое время уже я сформировал вот так, то есть на отскок уже, потому что все, вот она, вот видите, здесь, ну, фактически идет консолидация, все уже, вот, уперлась. Дальше, скорее всего, вот видите, вот гистограмма, MACD гистограмма начинает, пошла, значит, сокращаться, поэтому я жду отскока, и поэтому у меня уже дельта положительная. У меня уже дельта положительная. Она близка к нулю, то есть прибыль зафиксирована, и если бы идет сюда, то она уже вот, ну, начнет как-то уходить в положительную область. Вот, зафиксировал прибыль, потом уже вот такая штука, то есть у меня здесь практически ровная, видим, да, линия, и если начнет индекс РТС расти, то у меня на увеличение, если индекс РТС пойдет падать, то у меня пойдут убытки уже. Ну, вот, уже так, это к вечеру. Ну, и, собственно говоря, у меня спросили, сколько там денег, ну, вот, такая пила, то плюс, то минус, на самом деле, и когда я говорил, что я немножечко в меланхолии нахожусь, то это как раз был период минуса. Вот, ну, а сейчас я просто записывал экран о том, как я делал, потому что многие интересуются, ну, просто как техника, что я делаю, как я делаю, поэтому я решил записать это видео своими конкретными действиями, где я немножечко поясняю. Но там это скучнейшая, скучнейшая часть техническая, тем, кому интересно, посмотрите продолжение, тем, кому неинтересно, поставьте прямо сейчас, пожалуйста, лайк и, ну, напишите, что вы думаете по всему этому поводу. А сейчас, смотрите конкретно, я сделаю ускорение там в два раза, поэтому звук будет уже смешной немножечко, ну, потому что просто длительность большая. Там много-много-много операций, как я это делаю. Ну, а сейчас я с вами хочу попрощаться и смотрите дальше продолжение, техническая вещь, которую я записал просто с экрана. Смотрите, я ожидал падения достаточно долго. Я писал в этом, в чате, в телеграм, что я жду вот движение сюда, наконец оно пошло, вот я жду до этой линии, 139 500. Построил вот такую стратегию, вот такую, то есть сейчас она движется вот сюда, по нарастающей, если в четверг к 19 часам будет 137 350, то есть намного ниже, то будет больше 200 тысяч. Вот, ну, я думаю, что этого не случится. Очень боюсь отскока в какой-то момент, но скорее всего он будет 139 600, явно здесь надо фиксировать будет прибыль. Что я сделал? Я поставил вот здесь вот take profit и stop limit. Вот вы видите сейчас, да? Вот это stop limit на покупку. Смотрите, у меня сейчас, ну, дельта минус 17 и она увеличивается. Вот смотрите, вот сейчас в каком плане, вот дельта шла сюда, вот она, дельта сейчас увеличивается, здесь будет минимальная дельта. Ну, то есть с ускорением идет процесс, процесс идет с ускорением, то есть дельта увеличивается, то есть как бы у меня постоянно прибавляются, вернее, продаются, как бы с каждым снижением продаются фьючерсы. То есть дельта это количество фьючерсов. Сейчас у меня минус 1733 фьючерса, вы видите, да? В текущий момент в начале, вот где-то здесь сверху, это было 13, наверное, потому что дельта, вот она идет и она уменьшается. То есть количество фьючерсов продается вот в соответствии с этой красной линией. Что происходит? Дальше происходит следующее Линия ползет сюда, прибыль растет Вот в настоящий момент прибыль вариационной маржи 34 881 рубль И она продолжает падать Но я поставил здесь ограничение на отскок Потому что бывает такое, что раз вниз, а потом вверх На прошлой неделе я на этом очень здорово нагорел Потому что у меня было до плюс 60 доходило прибыль А потом в результате она обернулась убытками на отскоке Потому что на отскоке дельта та же самая отрицательная Такая же и на отскоке очень сильно теряются деньги Поэтому я поставил вот здесь вот Take profit и stop limit У меня здесь, ну я поставил на 10 фьючерсов На 10 фьючерсов, take profit и stop limit Вот он, stop limit сверху, а вот это take profit Вы видите, что take profit давно пройден Но при этом, при этом у меня При этом у меня, вы видите, покупка фьючерса не состоялась Почему? Потому что вот здесь стоит, смотрите Покупка 10 10 Фьючерсов Но отступ от минимума 300 То есть пока идет снижение У меня все хорошо, пока индекс РТС снижается Как только он начнет повышаться и от минимума дернется вверх на 300 пунктов Тогда у меня сработает вот эта стоп-заявка Сейчас эта стоп-заявка находится вот в таком режиме Значит зелененькая она активно рассчитывается Видите, да? Если сейчас я эту стоп-заявку изменю, то она перестанет быть зелененькой Ну как бы она изменена Вот, и чтобы не прозевать этот момент Я поставил еще одну штуку Вот здесь вот, смотрите, что я сделал Я взял, нажимаю на правую кнопочку Оповещение по стоп-заявке Вот, оповещение по стоп-заявке Вот оно зарегистрировано Поэтому, значит, как только эта стоп-заявка сработает У меня пикнет вот это оповещение То есть, если я буду заниматься чем-то другим То у меня пикнет оповещение И, собственно говоря, ну если я нахожусь здесь рядом То я это просто услышу Ну а сейчас я могу заниматься чем-то другим Чем, собственно, и занимаюсь Вот, ну вот посмотрите сейчас Давайте включим 5-минутный график Вот, 5-минутный таймфрейм У нас сейчас минимум был 140-540 Плюс 300-140-840 То есть она где-то вот здесь вот должна купить фьючерсы на отскоке Ну и тогда я буду думать, что делать с этими фьючерсами Вот сейчас вот мы этот момент и наблюдаем 140-760, вот посмотрим Давайте я нарисую 300 Прямоугольничек 300-600 здесь 900 Вот такой прямоугольничек я обычно рисую И я его перемещаю вот сюда Вот так вот Вот так То есть здесь явно видно, что Вот нижняя граница прямоугольничка здесь Этот прямоугольничек 300 То есть если он пересечет верхнюю границу То индекс РТС То заявка Ну, чтобы заявка сработает Вот так вот я сделал И я могу сейчас этот прямоугольничек двигать, собственно говоря И Чем я это обычно и занимаюсь Вот сейчас в другом масштабе Вот так Вот сейчас она ниже опустится, да Все, ниже опустилась Я могу немножечко передвинуть вниз Вот Уже максимум у меня получается на 820 Ну, он сам двигается постоянно вниз А мне просто приятно наблюдать Вот Таким вот образом Действует Типа трейлинг стопа Очень приятно на это наблюдать Потому что сейчас уже 39 тысяч Вы видите, да? Вариационная маржа Весь процесс трейлинга занимается Вот, двигаю прямоугольнички Все Так приятно, когда она падает Ну, когда угадал движение Вот так вот Приближаемся к 140 тысячам И ниже 140 тысяч у меня пойдет Насколько я понимаю Даже ускорение Ускорение будет идти Вот до этого момента 100 Ну, это видно Достаточно Достаточно хорошо видно Ускорение будет идти Вот до сих пор 137,250 43 тысячи уже Видим, да? Вариационная маржа Сейчас момент интересный Она практически Коснулась, но еще не пересекла Сейчас пересечет Все Нехватка средств Вот это вот страшно на самом деле Нехватка средств Поэтому Не сработала заявочка Поэтому вот это важно Вы слышали, что пикнуло все у меня Сейчас я пытаюсь поставить Покупка Пять Успешно зарегистрировано Пять штук У меня зарегистрировалось Так, теперь Новая заявочка на покупку Еще пять Нехватка Так, сейчас я Эти пять Вот так вот сюда подниму Так Эти пять сработали Так, теперь будем Как-то фиксировать прибыль Будем вот продавать Вот эти штуки Так что ли? Так Близко к тому, чтобы фиксировать прибыль Так, все Я буду сейчас фиксировать прибыль Я думаю, что ниже чем 139500 она не опустится Поэтому будем фиксировать прибыль Что я делаю? Я беру и Так Продавать Стоит ли продавать? Значит здесь у меня 137250 Ну возможно еще она дальше опустится И что у меня будет? У меня сейчас синяя линия Еще ниже находится То есть у меня по вот этому распаду Я еще не приблизился туда, куда я хотел К целевой А, ниже 140 Вот она Вот здесь она пересекается уже Ниже 140 Поэтому Поэтому пока Пока-пока-пока Не будем ничего делать Пока мы будем Так, 137500 Давайте продадим Штучек 10 Попробуем Я опять же продаю опционы Так, нехватка средств Я продаю опционы Тем самым снижая Дельту Так, не хочет продавать Хорошо вам Один Буду продавать по одному То есть каждый проданный опцион увеличивает Дельту Так, уже не хватает Хорошо Ничего страшного Значит, минус 79 75 Здесь ничего страшного не происходит Будем вот эти Покупать опционы кол Так, покупаем опционы кол Причем я могу покупать опционы кол Уже 142500 Так, минус 29000 142500 я могу Покупать опционы кол Так, беру И ставлю 10 опцион Так, каждая опционка у меня снижает прибыль Но зато он будет расти Максимум 8 Ну-ка давайте И еще Каждая опционы колеса Хорошо Так, смотрим, что у нас Минус 79 Дельта Вот такая фигура получается Так, закуплены опционы Минус 4 27 Дельта То есть я могу потерять сегодня 3700 Завтра эта сумма увеличится до 28000 Сейчас у меня 308000 зафиксировано Вот таким образом Так, я продаю вот эти опционы Пут 137500 Так, не хватает уже Хорошо Так, смогу ли я продать фьючерсы Давайте посмотрим Да, могу Хорошо Продался один фьючерс Еще один попробуем продать И еще один продали Так И еще один попробуем продать Так, уже 3 осталось Еще один попробуем продать 2 осталось То есть я фиксирую прибыль по фьючерсам Фьючерс такая штука Что если РТС будет падать То фьючерс Купленный Начнет у меня генерировать убытки Поэтому их надо С ними осторожней Последний фьючерс продаем Не продастся здесь Готов Так У меня 74 в запасе И процент использования ГО Хороший Можно продавать дальше Вот эти опционы Пут Максимум 3 Окей Я продаю вот эти опционы Пут Тем самым Вот эту фигуру Ломаю вниз Вот сейчас у меня Вот таким образом Если Останется все здесь То у меня будет Минус 80 Это очень плохо Поэтому надо мне Как-то все это Фиксировать Фиксировать 140 тысяч Свободный 32 Давайте продадим вот эти Смогу я их продать Нет Не хватает денег Так Еще один поставим То есть я сейчас фиксирую прибыль Уменьшаю дельта У меня было минус 17 Стало минус 8 Видимо да Пошел отскок Поэтому надо фиксировать прибыль Вот так вряд ли даст Не дает Все Не дает Ну и ладно Будем покупать Опционы кол Опционы кол у меня Вот здесь куплены Я могу продолжить Это делать да Так я могу Купить вот эти опционы Сколько угодно Так 140 150 Все 15 Так покупаю Все я их купил Так Минус 794 Здесь минус 8 Еще 10 куплю А 8 мне больше не надо Так 150 8 Готово Так Смотрим на фигуру Фигура уже Минус 622 Хорошо 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 17 2025 Так Теперь я продаю Вот эти опционы 147 500 Вряд ли он уже вырастет Поэтому я их могу все продать Если получится Получилось Хорошо Так Окей Теперь я могу Так Продавать Да Я могу продать Вот эти Сколько захочу Но я их не хочу пока продавать Так Я их пока не хочу продавать Дельта Минус 657 Я хочу продавать вот эти Продолжить Я надеюсь что она мне Удаст это сделать Так 410 1 Не хватает денег 16000 Свободных Плюс 16 Так Я могу либо купить опционы кол Так У меня 16000 А куплю-ка я опционы кол 130 Так Ну пусть она у меня пока падает Все хорошо Минус 708 Сейчас я хочу купить опционы кол Со страйком 137 500 Кол Так Опционы кол 137 500 3440 Сколько я смогу купить их? Максимум 1 Врешь 4 Да запросто могу Так Значит 4 опциона кол 137 500 Я покупаю Так Значит 137 500 3580 Текущая цена Я их могу купить буквально Ничего страшного Это хорошо Так 3450 Я еще их куплю Штучек 5 Вот так И еще их куплю Ну до десяточки Так Вот так Так У меня свободных осталось денег совсем мало Поэтому Хватит нам Урка гонить Вот так Такие опционы мы покупаем 137 500 Вот отсюда Опционы кол Я покупаю Вот так вот Вот я поставила На покупку опционы кол Так 89 Свободно Поэтому я тут особо Прыгать не могу Ну я надеюсь Что она еще опустится Посмотрите Как быстро падает Вариационная моржа Уже плюс 37 А было 43 В общем дельта Вот я уже Дельта Минус 679 Сейчас текущая Ну на самом деле Он показывает эту дельту Приблизительно То есть у меня сейчас продано Ну почти 7 фьючерсов Фактически И они идут на отскок И чем выше Они отскочат Значит там Тем То есть их количество Будет сокращаться С отскоком И дальше пойдет Уже в плюс То есть я куплю Уже фьючерсы Начиная с Ну где-то 140 с небольшим То есть все хорошо В принципе Вот отсюда 141 650 То есть вот отсюда У меня уже будут Купленные фьючерсы Ничего страшного Так 5 минутный график Включаем Смотрим Да не ничего страшного Он сейчас вниз пойдет Все хорошо Не надо переживать Поэтому можно Опустить это дело Вот сюда Не надо дергаться Все пойдет вниз Сейчас на отскок То есть это небольшой отскок Потом пойдет вниз Я почти уверен Я думаю что 140 тысяч Мы сегодня увидим еще Так это у меня 140 тысяч Я их покупаю Надо вот эти еще снять Вот так Ничего страшного Сейчас пойдет вниз На центральном страйке Мы видим 1060 А у меня стоит 3200 То есть с огромным запасом С огромным запасом Так А у меня Покупаются 137 500 которые То есть на центральном страйке Они будут стоить Где-то в районе 1000 Но при этом При этом Центральный тест страйк У меня будет 137 500 Намного ниже Так 2500 Да Плюс Плюс где-то 600 Да 3210 Все хорошо Все хорошо Ну давайте смотреть Что будет происходить дальше Не идет она вниз Идет на отскок Ну ничего страшного У меня дельта Еще раз повторяю Будет сначала снижаться Немножечко прибыль Но потом пойдет вверх А дельта у меня Очень быстро Придет к нулю И пойдет в прибыль Так что здесь у меня Все хорошо Вот так вот Если посмотреть Минус 6000 Я еще могу потерять 6000 Ну а потом Пойдет плюс Да давайте-ка мы Еще немножко Вот так вот Сделаем 5810 Идет на отскок Все-таки Все Купил 5 Дельта минус 166 Вот такая штучка Теперь у меня Рисуется Здесь у меня 142 500 Так здесь плюс Плюс Минус Ну похоже что мне надо Вот эти путы продавать Так Не очень-то их продаж Даже один не смогу продать Для того чтобы продать Что-то ненужное Нужно купить что-то ненужное Будем покупать Так Можем купить Шикарно Так Купили Что-то ненужное Уже 18000 свободно Теперь Продадим Что-нибудь ненужное Не хватает денег 18000 нам не хватает Значит еще один Купим Получилось Уже 36000 Так Продаем Так Попробуем еще один Продать Не хватает денег Значит Ставим еще на покупку Два Два купили Значит можем продать еще один Дальше пойдет нудная игра Вот на эти покупки-продажи Так 15000 Все Больше я не продам Сейчас я поднимаю Вот эту Планочку И одновременно Опускаю вот этот максимум То есть фиксирую прибыль Главное для меня Продать их Потому что сейчас идет вверх Я продаю Тем самым снижаю дельту Так Один продался 374 могу купить Теперь эти продаем То есть дальше пойдет Такое вот бесконечное Работа по По фиксации прибыли То есть полочку вот эту Буду поднимать Чтоб не было Минус 88 в потенциале Так 50000 в запасе Могу еще одну поставить Заявку Так Продажа 930 Так 31000 Я думаю что еще один Даст Продать 920 Да Больше не даст Так вот дошли по лентам Боллинджа до середины Она где-то вот здесь должна поболтаться Ну возможно пойдет вверх дальше Поэтому надо продавать Но у меня уже дельта минус 068 Так что Уже как-то Веселее происходит все Так 31000 Еще один ставим на продажу Так смотрим Дельта минус 06 О как Красиво Если пойдет расти У меня Дельта увеличивается Если пойдет падать Дельта У меня тоже Пойдет падать Поэтому Значит прибыль в любом случае В плюс пойдет Сейчас минус 060 Ничего страшного Вот если этот продастся 140 Минус 038 Здесь минус 022 Вот все Он продался Смотрим 016 Мы уже идем в плюс С увеличением Уже все хорошо 11000 Так Здесь 370 Окей Так 30000 Еще один продаем То есть я сейчас Совершенно тупо Фиксирую прибыль Ничего больше 29 Попробую еще один Поставить на продажу Так 110000 Еще один Не встанет Здесь уже можно сильно не терапиться Потому что дельта практически равна нулю И в общем Мама не торопится 880 пунктов Это почти 1500 рублей Я фиксирую Так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я стараюсь дельта держать равное 0 Так, 137500, вот она, дельта минус 016 Так, я могу купить еще Субтитры сделал DimaTorzok Плюс 39665, хорошо Вообще результат плюс 92 пока Хорошо Ну вот у меня сейчас дельта равна 0, но под эту распаду она будет снижаться Поэтому я буду покупать потихонечку И продавать, то есть снижать вот эту Разницу Сейчас можно купить Пут 142500, например Где она, 142500? Да, вполне может подняться до 142500 Не, вот лучше куплю 145000 Вот этот Так Так, и сколько он у меня стоит? 4140 Угу Так, вот он у меня 4120 Вот так 4130 И 4140 Вот так, так, сколько их у меня? 4? Этих у меня 5 куплено Поэтому Еще поставим 1 Они будут равновешивать купленные опционы кол Почему я так делаю? Я покупаю глубоко в деньгах опционы И там временная стоимость очень низкая И они друг друга взаимно уничтожат То есть на 5 купленных опционов кол Будет 5 купленных опционов пут Если цена будет между 145000 и 137500 То Они обнулятся Взаимно уничтожатся Так, 10 тысяч у меня по-прежнему Так, свободно Эти у меня пока не купились Ничего страшного Так, да, надо купить 370 Сейчас уже можно сильно не торопиться 400 Стоимость 380 покупаю Ничего страшного Хорошо все Так, купился один Так, 28 Могу продать один этот Есть Да, это 0,55 Надо покупать Так, похоже, что пошла вниз Поэтому дельту я уменьшаю Видите, я ставлю заявочку у меня на 1 А здесь 2 Работает робот Смотрите, я сейчас поднимаю Опять 2 Это робот срабатывает У него какой-то там алгоритм свой Как только я ставлю заявку Он ставит заявку наравне с моей Почему он так делает? Потому что Вот 4370 Ну, идет на понижение, поэтому Эта таблица не успевает на самом деле Вот, все, купил Значит, у меня дельта должна быть отрицательной Минус 0,63 Хорошо Дельта сейчас отрицательная Вариационная маржа снова немножечко подросла Так, вот дельта немножечко отрицательная Минимальная планка минус 82 Так и осталась Мм? Да Что дадут? Что дадут? Что дадут? Нет Что дадут? Продолжение следует... Сейчас я продаю временную стоимость Которая выросла Сейчас 950 рублей на максимум Поэтому ее можно продавать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА